9 мая, День Победы. В этот день проходят торжественные мероприятия в каждом городе и поселке России. Почетными гостями становятся ветераны и участники боевых действий, малолетние узники, блокадники, то есть одновременно жертвы и герои той войны. Люди, которые каждый по-своему, мужеством, стойкостью, непокорством, бесстрашием и трудом приближали гибель фашизма. С каждым годом живых свидетелей тех событий становится все меньше. Поэтому их слова, воспоминания, любые документы важно сохранить для истории, чтобы ее невозможно было переиначить и очернить. Около трех часов утра 1 мая 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя. Водрузили его разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Во главе с заместителем командира батальонного по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом прикрывали автоматчики из роты Ильи Саянова. Знамя Победы является государственной реликвии России, официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Знамя Победы было изготовлено в военно-полевых условиях и является импровизированным государственным флагом СССР. Оно представляет собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 на 188 сантиметров. На лицевой стороне вверху у древка изображены серебряная пятиконечная звезда, серп и молот. На остальной части полотнища перед отправкой Москву была добавлена надпись белыми буквами. 150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени, Дритская дивизия, 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, 1-я Белорусского фронта. На обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка надпись номер 5. На Парад Победы 24 июня 1945 года Знамя Победы не выносилось. Хранится в специальной капсуле в Знаменном фонде, расположенном в подземном помещении Музея Вооруженных сил Москве. В капсуле из специального стекла, задерживающего ультрафиолет, поддерживается особая среда с соответствующей температурой, освещенностью и влажностью. Знамя Победы лежит в развернутом виде на горизонтальной поверхности и покрыта специальной бумагой. Для лучшей сохранности из его древка извлечены все гвозди. Головки стали ржаветь и травмировать ткань. Для всеобщего обозрения в настоящее время доступен дубликат знамени, выставленный в стеклянной витрине музея и с точностью повторяющий подлинник. 24 июня 1945 года маршал Георгий Константинович Жуков принял Парад Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне, который состоялся в Москве на Красной площади. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Георгий Константинович Жуков советский военачальник, маршал Советского Союза, впоследствии министр барона СССР. Четырежда Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы, обладатель множества других советских и иностранных наград. В городах и селах России 190 проспектов, улиц, площадей и переулков, названных в честь маршала Советского Союза. Для русских людей Георгий Жуков стал одним из символов Победы, главным героем Великой Отечественной войны. Он вошел в историю как гениальный военачальник и великий стратег. В День Победы к памятникам возлагают цветы, дарят ветеранам. Так повелось, что в нашей стране гвоздики – символ Победы. В древних легендах этот цветок олицетворяет мужество, благородство и победу. Еще в Древнем Риме гвоздики считались цветами победителей и в переводе с латыни обозначают «цветок Бога». Согласно мифу, цветок появился из крови юного пастушка. Богиня охоты Артемида ослепила его за то, что он игрой на дудочке распугал дичь. Понимание гвоздики как символа невинно пролитой крови возродилось во время Второй мировой войны. Цветок олицетворяет боль войны и мужество, с которым люди ее пережили. Легендарная «Катюша» БМ-13 «Боевая машина-13» стала одной из первых в мире современных систем залпового огня. Получила народное прозвище «Катюша» по названию одноименной песни Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского. Внушавшая врагу «Передаваемый ужас» БМ-13, прозванная немцами «Сталинский орган», поступила на вооружение в 1941 году и впервые была применена 14 июля в боях под Оршей батареи гвардии капитана Ивана Андреевича Флёрова. Появление нового оружия внесло панику в войска вермахта. Немецкие газеты той поры писали об автоматических многоствольных огнеметных пушках, стреляющих электричеством. Ведущие немецкие конструкторы не оставляли попыток разработать аналог БМ-13 вплоть до самого конца войны, но осуществить задуманное им так и не удалось. Последний бой батарея приняла вечером 6 октября в районе деревни Богатыри. Попав в засаду при прорыве из Вяземского котла, батарея вела бой до конца, а затем личный состав уничтожил все реактивные установки методом подрыва. В этом бою Флёров и большинство бойцов батареи погибли. Осенью 1995 года группа вяземских поисковиков в Смоленской области нашла погибших вместе с Катюшами артиллеристов. Были найдены останки семи ракетчиков. Среди них опознаны останки и капитана Флёрова. 6 октября 1995 года все останки были перезахоронены рядом с обелиском у деревни Богатырь, установленным в память о подвиге ракетчиков. В начале 1960-х годов Иван Андреевич Флёров был представлен к званию Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в списке командного факультета военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Имя Флёрова носит улицы в ряде городов, сел и деревень России. Танк Победы. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. Он заслуженно пользовался любовью бойцов и офицеров Красной Армии и стал в своё время лучшей машиной мирового танкового парка. Т-34 сыграл решающую роль в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином и других боевых операциях. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода номер 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Главный конструктор среднего танка Т-34 в буквальном смысле слова отдал жизнь за своё детище. Михаил Ильич Кошкин принял участие в легендарном пробеге Харьков-Москва. Танки должны были преодолеть 750 километров между Харьковом и Москвой. Переход осуществлялся в очень тяжелых условиях. В дороге Михаил Кошкин сильно простыл и подорвал здоровье. После завершения пробега он заболел и в 1940 году скончался. Михаилу Кошкину на тот момент был всего 41 год. Главный конструктор танка Т-34 так и не увидел триумфа своей машины на полях сражений. Залогом успеха Т-34 стали уникальные для того времени конструкторские решения. Отремонтировать его можно было прямо на поле боя. Линия обороны Сталинграда. Памятник Волгограде 17 башен танков Т-34 на гранитных постаментах. Установлены они в точках максимального приближения немецко-фашистских войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки танков направлены в сторону противника, как знак обороны и готовности советских солдат. Установлен в Волгограде, чтобы увековечить память о бойцах Сталинградского фронта и отрядах народного ополчения, которые ценой своих жизней сумели защитить город. Т-34 в различных модификациях изображен на почтовых марках России и СССР. А 2 декабря 2019 года Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 25 рублей, посвященную Михаилу Ильичу Кошкину и танку Т-34. Т-34 часто называют танком Победы, супероружием, обеспечившим СССР превосходство над Германией. Юрий Борисович Левитан. Это имя знакомо всем участникам Великой Отечественной войны. Самый знаменитый голос 20 века, от которого мурашки пробегают по коже. Тембр, выразительность и эмоциональную составляющую этого голоса ценили как друзья, так и враги. Сталин, случайно услышавший по радио юного еврейского паренька, ему на тот момент было 19 лет, потребовал, чтобы именно этот голос читал его речи. Гитлер, назвавший Юрия Борисовича личным врагом номер один, назначил за его голову награду 100 тысяч марок. В годы войны в обстановке строжайшей секретности передавал весть из фронтов из радиостанции в Свердловске, а с марта 1943 года из Куйбышева. Фразы «Внимание, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза, и наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», стали классикой советского радиовещания и навечно вошли в историю. 2 октября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения Левитана. Было принято решение увековечить его память в родном городе. 7 мая в день радио 2015 года во Владимире торжественно открылся памятник. Памятник, автором которого стал владимирский скульптор Игорь Черноглазов, представляет собой реконструкцию ситуации на улицах тылового Владимира в годы Великой Отечественной войны. Две фигуры – дедушка и внук. Среднее поколение пропущено, отца мальчика, сына дедушки – композиции нет. Предполагается, что он на фронте, а его родные тревожные с надеждой сматриваются в грохочущий репродуктор. Слушивается в голос Левитана. Он и есть главный герой нашей скульптурной композиции, рассказывает автор проекта памятника, скульптор Игорь Черноглазов. Портрет диктора изображен на латунной табличке, прикрепленной к фонарному столбу. Памятник интерактивный. Репродуктор, установленный на столбе, не декоративный. Он звучит, транслирует голос Юрия Борисовича Левитана. Исторические сфотки с фронтов Великой Отечественной войны. Чтобы включить запись, надо просканировать QR-код, нанесенный из скульптурной композиции. И смартфон автоматически включит сайт с записями голоса Левитана. Священная война. Патриотическая песня периода Великой Отечественной войны стала гимном защиты Отечества. Через два дня после начала войны 24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известий» и «Красная лауреата» Лебедева Кумача. Сразу же после публикации композитор Александров написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали в своей тетради. Еще день был отведен на репетицию. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из невыехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню. По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполнили пять раз подряд. В мае 2005 года в память об этом событии на здании вокзала была установлена мемориальная доска. Уникальным символом победы является Георгиевская лента. Впервые Георгиевская ленточка появилась в 1769 году при Екатерине II во время русско-турецкой войны. Для поощрения верности и храбрости офицеров. Первой наградой с неотъемлемой Георгиевской лентой стал императорский военный орден Святого Великомучика и Попедоносца Георгия. Два цвета ленты, желтый и черный, символизируют мужество и доблесть, отражают пламя огня и цвет пороха. После революции Георгиевская лента была упразднена вместе со всей системой наград Российской империи. Второе рождение лента пережила в ноябре 1943 года, когда был учрежден орден славы трех степеней для отличившихся в боях лиц рядового и сержантского составов. Гвардейская лента появилась и у самой массовой награды Великой Отечественной медали за победу над Германией, которой были награждены около 15 миллионов человек. Своё третье рождение ленты получила в 2005 году, когда впервые прошла акция Георгиевская ленточка. Активисты раздавали ленточки на улице, чтобы взявшие их могли повязать её и тем самым обозначить свое уважение к Великой Победе. Теперь Георгиевская лента это не только символ уважения к воинам, погибшим за Великую Победу, за нас с вами, за Родину, но и символ антифашистского движения. Вечный огонь. Он символизирует вечную память о погибших солдатах, отдавших жизнь во имя спасения Родины ради свободы и мира на земле. Первым официально зажжённым вечным огнём в Советском Союзе считается огонь, зажжённый 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде. А 8 мая 1967 года был зажжён огонь на могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 года на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне Крюково. Факел для могилы неизвестного солдата у Кремлёвской стены зажгли от вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Его доставили по эстафете, причём на всём пути её следования стоял живой коридор. Люди считали своим долгом отдать дань памяти всем погибшим в войне. Делегацию возглавлял легендарный лётчик Алексей Моресьев. У могилы неизвестного солдата несёт вахту почётный караул, пост номер 1. Установлен был 2 декабря 1997 года. Для многих воинские памятники является знаком благодарности. Благодарности тем, кто смог отвести от мира угрозу фашизма. Вечный огонь – это обязательный атрибут этих мемориалов, оставаясь самым святым и самым дорогим символом о памяти, о подвиге. Минута молчания. Дань памяти погибшим в годы войны. В Советском Союзе она впервые была объявлена 9 мая 1965 года. Тогда в студии центрального телевидения соорудили фрагмент кремлёвской стены. Рядом установили гипсовую чашу, которой подвели газовую карелку. Зажгли огонь, включили камеры. На экране колышется пламя, цепляясь языками за пустоту. И больше ничего. На этой картинке настоял фронтовик и глава гостей радио Николай Месяцев. За кадром музыка Роберта Шумана. Стук метронома. Вступительное слово Юрия Левитана и голос диктора Веры Янютиной. Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей. Нет семьи, которую бы не опалило военное горе. 9 мая 2014 года минута молчания впервые за длительное время подвергла значительным изменениям. В ней были использованы стихи, реквием Роберта Рождественска и фотографии погибших в Великой Отечественной войне. Был использован новый текст, который озвучили другие голоса Борис Миронов и Любовь Германова. В ознаменовании победы над Германией в Москве 9 мая 1945 года был дан салют из 30 артиллерийских залпов и 1 тысячи орудий, сопровождающиеся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Традиция сультовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная Армия освободила Орел и Белгород. Иосиф Виссарионович Сталин предложил Верховному командованию отметить это событие с особой торжественностью, лучше всего салютом. В прежние времена, когда войска одерживали победу, звонили в колокола во всех церквях. «Мы тоже достойно ознаменуем нашу победу», – сказал он. За время Великой Отечественной войны небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года, после чего традиция праздничных салютов прервалась на 20 лет, и первый послевоенный салют прогремел в 1965 году. А в 1967 в Таманской дивизии был сформирован взвод салютных установок. Сейчас он носит название 449-го отдельного салютного дивизиона и работает под девизом «Точность, безопасность и красота». 76-мм пушки этого дивизиона обеспечивают звуковое сопровождение салютов и имеют настоящие боевые раны. В далекие сороковые они уничтожали фашистские танки. Символы Великой Отечественной войны существуют для того, чтобы мы помнили, помнили тех, кто воевал и погибал за Родину. Вечная слава героям, воевавшим со свободу нашей Родины. Вечная память жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова